Вроде о том рассказал все другое. Как вербуется другая агентура из числа бывших коммунистов или настоящих коммунистов, но просит их партийный билет сдать и так далее. И о количестве коммунистов, которых резидентуры КГБ, а их несколько. Главное, конечно, в Риме огромная резидентура, огромная. Там человек 120 работают, оперативных работников, офицеров в погонах. И эти 120 ведут, ну если каждый ведет, скажем, 4 агента, 500 агентов. Значит, только резидентура КГБ в Риме, в Риме не в Генуе, не где-то еще, не в Милане, а в Риме ведет около 500 агентов. И вот это все без нажима, просто рассказывая, Литвиненко рассказал Скарамеле. Когда после Скарамела обратился ко мне, я ему рассказал то же самое, что уже Саша рассказал. Потому что это мои же знания, такие же. Я тоже знаю об этих сотнях агентов, я тоже знаю о составе резидентуры. Я, это все, мой материал тоже. Я это подтвердил. То есть я Скарамеле подтвердил информацию об удушающей роли коммунистической партии в жизни Италии. Потому что я болею за Италию, я не хочу, чтобы Италия была в тисках тоталитарной партии. А Италия сейчас, получается, попадает в тиски тоталитарной партии. То есть Муссолини, Гитлер, Сталин, Путин, Проди. Вот такая идет цепочка. Я не хочу, чтобы такая прекрасная страна, как Италия, была в руках тоталитарной партии, тоталитарной организации. Литвиненко, разумеется, не был заставлен сотрудничать с Скарамелой. Он рассматривал это как долг и как приключение, и как экономию денег, как ни странно. Почему? Потому что здесь его проглашают на 10 дней в Италию. И хотя ему не платят гонорар, ничего, денег не платят. Но ему платят за пищу, ему платят за ночлег, ему платят за прекрасный полет. Это для него, человека, бедного, потому что Березовский начал урезать его зарплату тогда. Уже начал уменьшать то, что он платил содержанием Литвиненко. Для него поездка в Италию была очень полезна во всех отношениях. И никто его, конечно, не... Он наслаждался, он хотел, он рассказывал, он ездил и все рассказывал откровенно. А зачем его было принуждать? Кто его мог принудить? Ну, кто мог принудить Литвиненко что-то такое говорить неправильно? Он и не знал ничего неправильного. Вот то, что он знал, он знал все правильно, все как было. И о Коммунистической партии, и о засилье ливанских элементов в Италии, и о Проди. Он это все знал и больше ничего не знал. Поэтому кто-то его заставлял сказать. А кто заставлял сказать, кто знал больше? Больше него знал только я. Я. Но он был очень конспиративный. Саша Литвиненко. Он, когда уезжал в Италию, он не говорил мне, что он едет с карамели рассказывать ему про комиссию Митрохина. Он ездил и рассказывал про комиссию Митрохина. Он где-то однажды, да, я ездил туда, говорил про комиссию Митрохина. Однажды он сказал вот столько, что комиссия Митрохина. То есть он ездил, он даже мне не говорил. Я знал больше его. Но я не мог его заставить, потому что он мне даже не говорил, что он ездил в Италию. Так что вот это ответ на мой, на такой вопрос. Как вы думаете, что это может произойти, что молодой брат Литвиненко, Максим Литвиненко, мог бы дать свидетельство к итальянской полице, к прозвителю, к магистратам, против своего брата, что они были вынуждены, чтобы дать falsу доказательство, или что они были заставлены доказательство. Как это может произойти? Вот это вы говорите, что брат составил там, чтобы их заставляли. Это чистая фальсификация. Это фальсификация, итальянская фальсификация, но является она итальянского происхождения или кагебовского происхождения, я не знаю. Но это явно не может быть от честных итальянских людей, чтобы они такие вещи фальсифицировали. Потому что ни брат Литвиненко, ни сам Литвиненко их никогда никто не заставлял. Их никто не мог заставить. Таких просто людей не было, которых заставить. Значит, это все выдумка итальянских легальных, то есть юридических властей. А это очень позорно. Это еще раз показывает, что юстиция в Италии все больше и больше становится тоталитарной. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего себе, что ты хочешь сказать? Я следую, но... Перед ускоро. Что думаешь, что ты думаешь, что ты сейчас можешь翻 natives? Когда вы хотите, я могу翻 satellite или мы можем... Или дать нам суммарь. Нет, Литвиненко не было поражено, и никто не мог обещали Литвиненко дать никакое опыта, которые он не хотел дать. И Литвиненко, конечно, знал информацию от Генерал Трофимов. И идея не так, что это пришло официально, но в КГБ очень популярная вещь является так называемой «Коридор-Talk». Из «Коридор-Talk» они обсуждали... Эти вещи вышли довольно много. И когда Александр был в России, в октябре 2000, он пришел к Генералу Трофимову, и Трофимов сказал, что никогда не нужно идти в Италию, потому что я знаю довольно-таки что Проди является человеком КГБ, поэтому вы будете в проблеме в Италии. Но вы не должны идти туда. Вы не можете сказать Литвиненко? Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Вы не можете сказать... Он работал в Европейском парламенте, и сказал это в Европейском парламенте. Да, в самом деле, он никогда не уничтожил это. Это все слендано. Это не так. Италии. 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 Он дали видеотапевтие что это было точно так, и что он подтвердил свои слова. И он написал в его личном написании, подтвердил, что это все абсолютно верно, что он слышал от многих людей, и, precisely, от Генерал Трофимов, который был одним из первых, он был в самом деле депутатом ФСБ. А это правда, что Генерал Трофимов был человек, который положил Литвиненко в исследовании о борозовской оборудовании Борозовской? Я читал... Мы не знаем, я думаю. Но в результате, что Литвиненко был положен в исследовании на борозовскую жизнь, когда была уничтожена, но он лично его положил в том, что Генерал Трофимов